Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале в очередном обзоре трендов. Мы посмотрим на то, что модно, и самое главное, как это можно красиво сочетать и носить. В прошлом видео я говорила, что современную одежду, верхнюю, прежде всего, будет отличать длина. Длина стала длинной, и макси-длина будет отличать именно трендовые наряды, будь то платье, юбка, в сочетании с чем угодно, и любая верхняя одежда. Но на самом деле есть еще одна вещь, которая кардинально изменилась, и, наверное, этот сезон удивительный. Сколько я обозреваю моду и витрины, могу сказать, что в первый раз я вижу тренды, которые действительно очень сильно и резко поменялись. Уже говорила о длине, макси-длина в тренде. Макси-длина будет отличать современные наряды, либо наряды, которые выглядят современно. Они на самом деле могут быть составлены из одежды, которая была куплена достаточно давно, но будет иметь отличительный признак именно макси-длина. А другая отличительная особенность – это низкая все-таки посадка, посадка по косточкам. Это может нравиться, это может не нравиться, но именно такая посадка триумфально возвращается. И что удивительно, посмотрите, как очень часто моду определяют байеры. В комментариях часто мне пишут, Яна, а что есть тренды? Я всегда говорю, что для меня тренды – это не подиум. Подиум предлагает нам что-то, байеры решают, смогут они это продать или нет, выставляют те или иные товары на витрины, и только люди, которые носят ту или иную одежду, и задают тренды. Вот когда тренды, и то, что модно, то, что считается красивым подиумом, и можно продать, как полагают байеры, выходит на улицу, и мы это видим на реальных людях, только тогда тренды оживают и становятся трендами. По крайней мере, это именно так для меня, и так я говорю о трендах в контексте своих обзоров. И вот в первый раз я вижу кардинальное различие между тем, что будет в моде, и что уже в моде, и тем, что видно на витринах. Я обращала ваше внимание на большое количество белых брюк, которые, на мой взгляд, были вытеснены прежде всего брюками яркого цвета. И если бы вы спросили мой совет, я бы не советовала вам покупать именно белые брюки, тем более, если вы их когда-то уже носили и получали от них фэшн-удовольствие. И точно так же с низкой посадкой. Посмотрите, ее практически нет на витринах. И тем не менее, джинсы Boyfriend на низкой посадке – это самая актуальная модель джинсов на данный момент. Немного хочется сказать о брюках Cargo. Сейчас в продаже появилось огромное количество вариантов, которые выглядят вот так, как выглядят эти брюки на экране. И эти брюки я называю недокарго. Это тот случай, когда вроде как все знают, все слышали, что брюки с накладными карманами называются Cargo и сейчас очень в моде. Но при этом байеры и производители одежды прекрасно понимают, что истинные Cargo они не продадут практически никому. Настолько это самобытные брюки, и не всем они идут, они сложны в стилизации. И предлагают нам вот такие варианты. Такое ощущение, что это просто белые джинсы из плотного денима. Брюки выполнены, на которые нашли накладные карманы. Избегайте таких вариантов. На самом деле, такие варианты существуют абсолютно везде и всегда относительно каких-то очень острых трендов, когда нам предлагают некий адаптированный вариант тренда, некий сглаженный вариант тренда, чтобы не очень смелые могли все-таки носить, покупать подобную одежду. Но здесь важно понимать, что основная цель – это продать такую одежду на пике тренда. Нечто среднее. По поводу Cargo могу сказать, что мое отношение к этим брюкам неоднозначно. Я считаю, что они красиво сочетаются только с женственным верхом, с блузкой, например, с блузкой рубашечного типа, с укороченным твидовым жакетом. И я убеждена, что Cargo будет хорошо смотреться исключительно женственной обувью. Это обувь, которая подразумевает как минимум небольшой 5-сантиметровый каблук. Других вариаций Cargo, чтобы они выглядели адекватно в городе, не спортивно, чтобы они украшали носящую брюки Cargo, я, если честно, не вижу. Поэтому очень сложный тренд. И внедрять его нужно либо вот в таком абсолюте, прямо-таки Cargo-Cargo, либо не внедрять вообще. Еще одна новинка сезона, она тоже не для всех. Для очень смелых, во-первых. Во-вторых, для чувствующих тенденции и моду. Это возвращение пока не брюк, а именно джинсов скини. При этом скини этого сезона будут немного отличаться от того, что мы любили и носили лет 5 тому назад. Это джинсы, которые не сильно облегают щиколотку. Именно такие скини будут на данный момент выглядеть очень актуально. И я уже говорила также о возвращении балеток. Мы видели с вами много обуви в виде балеток с острым носом, с различными ремешками. Это все вариация на тему балеток. Так вот, возвращаются классические балетки с круглым носом. И, кстати, подобные балетки с джинсами скини, с белой рубашкой всегда красиво сочетались, красиво смотрелись. И в этом сезоне подобная формула. Балетки плюс джинсы скини, голубые, средние потертости и затертости, состаренности, плюс белая рубашка, плюс ремень, если не забудете надеть. Это очень красивая формула. Перед нами витрины Марины Ринальди. Мы видим с вами снова пижамный стиль, комплект в пижамном стиле. И здесь хотела бы отметить, что дамам, носящим большой размер, я лично бы никогда не порекомендовала надевать подобный комплект. Эти комплекты очень сложные. Они на самом деле выглядят как пижама. И ты в этом комплекте можешь выглядеть адекватно и уместно только, наверное, на берегу моря. Возможно, спустившись на завтрак, либо на ужин. То есть для такой одежды, пижамного комплекта, кстати, он может подразумевать не всегда брюки, а в том числе и шорты, тоже выглядящие как шорты от пижамы. И здесь важно также понимать, что это всегда будет комплект. Так вот, подобный комплект подразумевает некую атмосферу. Это то, о чем я часто говорю. Нужно воспринимать улицу как свой личный подиум, а то, что мы видим вокруг, как декорации для этого подиума. И нельзя быть вне этих декораций. Очень часто мы заложники той улицы, по которой мы ходим. Это нужно учитывать. Очень часто мы заложники даже не общества, которое может так или иначе воспринимать наши наряды, а именно улицы. Чтобы адекватно выглядеть на улицах города, мы должны помнить об этом всегда. Так вот, подобные пижамные комплекты, они подразумевают определенные декорации. И, если быть еще точнее, они подразумевают определенную атмосферу. Поэтому, если вы хотите быть на пике популярности на каком-нибудь курорте, точнее, на пике трендовости, одеты модно и стильно, то, безусловно, такой комплект вам в помощь. И на берегу моря, в контексте отеля, отдыха, подобный комплект будет смотреться очень хорошо, и вы в нем также. Вот такие сложные блузы, вот такие сложные рукава предлагают иногда нам разные марки, в том числе и на верхней одежды. Такая одежда была у Максмары пару сезонов назад. Могу сказать, что будьте очень аккуратны с подобной одеждой, потому что она очень красиво смотрится на съемке. Ее можно красиво распределить, разложить, расправить на манекене, но в реальной жизни все это опадает, и подобная одежда смотрится скорее громоздко, чем оригинально и красиво. Удивительно долго на пике популярности, по крайней мере здесь, в Италии, остается идея комплекта, прежде всего брючного костюма, и костюм брючный по-прежнему ярких цветов. Я уже жду, когда брючные костюмы нам предложат в большом количестве в пастельных оттенках, мне кажется, именно это следующий шаг. Но, тем не менее, пока мы видим большое количество брючных костюмов, обратите внимание на длину и узость брюк, посмотрите, самые разные брюки нам предлагают, но в целом тенденция, по крайней мере, опять же здесь, в Италии, к заужению брюк и к тому, что они становятся все короче. У меня нет подобной куртки-рубашки, выполненной из плотной хлопковой ткани. Эта куртка становится многофункциональной, потому что ее можно надевать, когда еще не очень тепло, но при этом, когда лето жаркое, но, допустим, прохладный вечер, она хлопковая, эта куртка, ее можно также использовать в аутфите. Подобные куртки, я заметила, очень хорошо сочетаются. Я на самом деле не могу привести вам в пример ни одного неудачного сочетания с подобной курткой-рубашкой в милитаре стиле. Обратите внимание на подобные куртки, они в Италии всегда были очень популярны, итальянки, которые любят подобный стиль, всегда внедряют их в свои аутфиты, и на стритстале эти куртки до сих пор популярны, встречаются очень часто, и, повторюсь, они очень универсальны. Можно взять прямо-таки выраженную милитари-тематику, а можно взять что-то спокойное, как мы с вами видим сейчас на витринах. Техасские сапоги разной высоты, тоже уже говорила, то ли триумфально вернулись, то ли никуда они уходили, но их большое количество. Я бы сказала, что из всей обуви, вот такой демисезонной, именно этот тип обуви превалирует в целом. На вот такой межсезонье нам предложили техасские сапоги и также что-то наподобие беговых кроссовок. Других альтернатив, я бы сказала, я на витринах, по крайней мере, сейчас не вижу. Очень много тренчей. И снова хочу заметить, что, по всей видимости, не все байеры решились предложить действительно модные новинки сезона. Это, опять же, связано с тем, что байеры хорошо знают своих покупателей и очень много вещей, которые, на мой взгляд, уже не выглядят трендово. Например, этот тренч прекрасен сам по себе, очень спокоен, но его длина должна быть на несколько сантиметров ниже. Посмотрите витрины манго. Очень мне, кстати, понравились витрины манго. В этот раз и снова мы видим техасские сапоги, достаточно высокие. И да, в Италии очень любят сочетания. Летнее платье, голые ноги, не покрытые чулками, колготками, плюс достаточно высокие сапоги. Очень красивый образ и красивая формула. Белая футболка, плюс светлые джинсы классического цвета, плюс так называемый в Италии пыльник, но в нашем понимании это скорее плащ. Посмотрите, манго предлагает нам максимум длину. Вообще, для того, чтобы найти новинки сезона в этом сезоне, я бы, на самом деле, отправилась именно в масс-маркет. Очень хорош в этом сезоне манго, ассортимент. И также очень хорош ассортимент в Заре. И я спокойно всегда отношусь к масс-маркету. Двоякое отношение у меня к качеству, прежде всего, и также к тому, насколько быстро мы вынашиваем, снашиваем эти вещи. Я все-таки за slow fashion, не за быстрый фэшн. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что остромодные вещи в этом сезоне можно найти, наверное, именно в масс-маркете. Часто меня спрашивают, почему не в люксовом сегменте. Просто потому, что люксовый сегмент предлагает единичное количество товаров, единичное количество размеров. И даже если у нас с вами есть большие деньги на то, чтобы с ног до головы трендово одеться в люксе, мы, скорее всего, просто не успеем выкупить свой размер. Соответственно, именно масс-маркет предлагает нам новинки сезона, и в этом сезоне именно масс-маркет выглядит наиболее актуально и наиболее трендово. Акцентная обувь. Ее очень много. Обувь стала вновь яркой, как когда-то я ее запомнила в Италии. Меня именно поразил вот этот ключ к пониманию образов итальянок. Они очень любили акцентную обувь, яркую обувь, обувь с необычной фурнитурой, и при всем при том, что очень часто сами образы и одежда могла быть спокойных цветов и достаточно классического фасона. Именно итальянский стиль отличало вот это внедрение яркого акцента в виде обуви. И могу сказать, что на данный момент яркого цвета обувь с необычной фурнитурой, в том числе, если говорить о фурнитуре, то сохраняется крупная цепь в виде украшения на обуви. Все это присутствует очень широко. Скоро выйдет интересный обзор как раз-таки трендовой обуви. Ну что ж, подведем итоги этого обзора. Могу сказать, что байеры, по всей видимости, хорошо зная своих итальянских покупателей, не предлагают нам остромодные вещи именно в этом сезоне. Из остромодных вещей можно выделить брюки на низкой посадке и прежде всего джинсы на низкой посадке. Самая популярная модель, которая будет хорошо, красиво смотреться на подобной посадке, это, конечно же, бойфренд. Бойфренд всегда подразумевает некую потертость, некритичную. Не превалирующую, но, тем не менее, некая состаренность желательно. Низкая посадка желательно также и для брюк. Если раньше мы носили брюки широкие, палаццо, на высокой посадке, то, по всей видимости, нас ждет большое количество брюк такого же кроя. Такого же кроя прямого с защипами, возможно, но именно на низкой посадке. Также можно говорить о том, что современную верхнюю одежду, а также юбки и платья будет отличать макси длина, поэтому, если у вас есть подобные наряды, их не обязательно приобретать вновь, их можно просто достать и успешно носить. Ну и каргу, которые на самом деле были популярны уже целый год назад, получается, два сезона назад. В этом сезоне представлено очень широко, но в основном это вот такие варианты, которые я бы искренне рекомендовала избегать. Если хотите брюки подобного силуэта, то пусть это будут брюки без накладных карманов. Вы сможете носить их несколько сезонов, когда успех каргу пойдет к снижению. Если же каргу, то пусть это будут действительно настоящие брюки каргу, которые обладают объемом, которые обладают большим количеством накладных карманов, которые будут подчеркивать хрупкость вашей фигуры именно за счет этого гипертрофированного объема и также гипертрофированного количества деталей. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok